Студия 89,9. Концертный зал. Всем большой привет, друзья. Здравствуйте. Вы слушаете и смотрите телерадио канал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы с радостью сообщаем в сегодняшний концертный зал имени Жанго. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Лёш. Добрый вечер, Лёш. С наступающим Новым Годом. Здравствуйте. Ну и здесь по-разному кто-то разрешает, кто-то считает, что это плохо или нет. Можно ли поздравлять с наступающим юбилеем. Мы тогда не то чтобы будем поздравлять, а просто скажем, что скоро праздник. Двойной, можно сказать, у тебя. Ну, Новый Год, Рождество и юбилей. Да, я догадался. У вас, слушайте, такие лучезарные улыбки, что хотелось бы со всеми радиослушателями просто поделиться этим. Я надеюсь, что... И телезрителями. Телезрители как раз видят. Как раз видят. Очень зарные улыбки там. Телезрители-то увидят. Я все хочу, понимаете, мечтаю, чтобы радиослушатели их видели. Технологии, чтобы продвинуть. У них есть возможность хотя бы приложение включить, даже если они в автомобиле едут. Хотя сейчас вот я сам тоже езжу в автомобиле, и мне иногда хотелось бы кино какое-нибудь посмотреть, да? Но я думаю, а как же она на дорогу, кто будет смотреть тогда? Я вот, кстати, думаю, да, действительно, а как умудряются люди? Частенько бывает такое работа, да? Есть, Саш, есть такие люди. Или, может быть, ты тоже натренирован. Один глаз туда, один туда. Это вот как бы все достигает в упражнении. Принцип хамелеона, понимаешь? Ну, какая-то у нас тема. В принципе, да. Если тренировать глаза, разъезжаться, то можно научиться. Другой вопрос. Действительно, надо ли? А тем более, когда на носу юбилей. Когда есть чем заняться, есть к чему готовиться. Ну, Леша, дорогой, такое же все-таки... Красивое такое число. Красивое. Ну, да, мне уже... Можно сказать сколько? Да, будет, конечно. 50 лет. Да. Во-первых, ты не выглядишь на свой возраст, честно хочу тебе сказать. Рома, я вижу, завидует, сидит. Да. Рома старше всего лишь на три года, а, блин... Вот. Кстати, да. А, кстати, выглядит младше. Так что вот, вот, Рома, Рома. Ну, здесь есть кто-то другого. У меня не придерживаюсь. Ну, ладно. Хорошо. Давайте к главному сразу же событию, наверное, к этому празднованию юбилея, потому что у всех желающих будет возможность оказаться на нем, а именно на концерте, на юбилейном концерте. Рома, расскажи, пожалуйста, где все состоится, куда можно отправиться, поздравить, конечно, послушать в первую очередь. Ну, конечно. Я решил в этом году все-таки не играть концерт именно в день своего рождения, который... 8 января. 8 января. Несколько предыдущих лет у нас прям традиционно стало это все, играть концерт прямо в день рождения, 8 января. И между песнями ты на СМСке отвечал. В Москве или в Питере. Потом мы меняли города, так сказать, там, и через день или два игрался еще один концерт. Сейчас будет то же самое, но даты... Но даты изменились. То есть 10 мы выступаем. 10 января. Да, 10 мы выступаем. Это будет праздничный концерт в... Люстра-баре. Люстра-баре, да. Один раз мы там тоже выступали. Очень хорошее место, на самом деле уютное. И там можно и поплясать, и посидеть за столом, и поздравить юбиляры. Конечно, Москва. Столица, столица. Гости столицы приедут тоже со всей страны, 100%, и будут как раз просматривать афиши, куда можно сходить, отправиться. Конечно, там наплыв такой, как на чемпионат мира, не меньше. Поэтому все придут. Люстра не выдержит. Люстра выдержит. Люстра крепкая. Так что, друзья, имейте совесть, идите в меньшем количестве, пожалуйста. Ну уж точно, что нужно сделать, заранее позаботиться о билетах, конечно, потому что в праздничные дни желающих будет действительно масса. Программа будет, конечно же, состоять из недленок, из классики, из стопроцентных хитов. Заготовлено что-то новое у тебя. Я пишу новые песни, и парочку из них я исполняю на концертах только. Чего-то я так решил себе поиграть в такую игру, и, в общем, песни, которые, в общем, будучи написанными, пока в эфир никуда, я их даже не записываю. Вот. Я их исполняю на концертах. Хитро, можно сказать, может быть, это сделано для того, чтобы как раз уже сами, да, редакторы всевозможных каналов радиостанции уже завалили письмами, сказали, джанго, джанго, ждем. Почему вы не прислали? Почему? Да. Так вот ты как, я ведь когда-то мы поддерживали тебя. Леша, мы желаем, чтобы ты нашел время и записал все-таки. Нет, ну вас я запишу. Я хочу записать сразу песен 5-6. Это уже EP. Пол-альбома, да. И потихонечку, в общем, естественно, я сразу к вам прибегу с этими песнями. С презентацией. Отлично! Спасибо. Вот это мне история нравится. Ну, а сейчас мы открываем музыкальную часть концертного зала. Что это будет, расскажи. Да не знаю, я еще не решил. Я хотел список песен, но не успел. Да, ну, это же лучше бывает. Ты же исполнитель, давай. Исполнитель. Сейчас надо вспомнить какую-нибудь песню. Ну, давайте начнем с чего-нибудь такого, в общем, известного, не привязанного ни к чему. Скорее, просто нейтральная такая песня. Но известная. Давайте. Называется «Была, не была». Отлично! Я один с гитарой сегодня, так что сегодня саунд такой. Он плакает. Если бы вы видели, как Саша с Ромой танцуют. Сигарета самодельная, ночь небесная роса. Ты как радуга ничейная, до рассвета полчаса лета. Где же ты? Была, не была, звала, не звала, вся пять миражей по утрам. Что пела, зачем рассказывала, свои тайны ночным дворам. Скоро города огромные, наши души украдут. Небо песенки знакомые, нам послушать не дадут. Лето, где же ты? Была, не была, звала, не звала, Что пела, ком рассказывала. Была, не была, звала, не звала, вся пять миражей по утрам. Что пела, зачем рассказывала, свои тайны ночным дворам. Свои тайны ночным дворам. Свои тайны ночным дворам. Браво, Джон Го, концертный зал «Страна-ФМ», прямой эфир. Лето, где же ты, коммунальщики, наверное, сейчас подпевали нам с чувством. Давайте еще про концерт разговаривать. Не про один, а их много. Ну, огласите, пожалуйста, изгострельный юбилейный тур. Друзья, 12 января в Санкт-Петербурге будет тоже концерт, Леш. Да. Расскажи. В концертном клубе «Аврора». Угу. Да. Тоже хорошее очень место, и тоже мы там выступали. И я, конечно, всех приглашаю. Я думаю, питерские ребята тоже слушают. Конечно. Конечно. У нас в Питере очень-очень любят. 102 ФМ ровно. Страна-ФМ, да. Ну, а десятое число – это Москва. Напомню, «Люстробар». С кем ты будешь выступать? Будет ли группа «Джанго»? Обязательно. Вот. Ну, как же… Как же «Джанго» без группы имени «Джанго»? Группа имени, да. Имени листа прокатного цеха. Вот. Конечно, ребята просто сейчас… Они в Донецке живут. Ну, вот сейчас у нас в данный момент нет концертов. Они не приехали. Конечно, в концерты приедут. Новый год хорошо. Дома отметят. Все замечательно. Конечно, с близкими. Пора им отдохнуть. А то уже были у нас несколько таких неофициальных концертов. И, в общем, ребята ездят туда-сюда постоянно. Ты достаточно часто, ну, во всяком случае, где мне счастливилось это видеть, иногда садишься за рояль во время выступления. Наверное, это зависит, есть ли на сцене, на площадке, да, этот инструмент, в принципе. Будут ли вот в данных концертных залах, в частности, в «Люстры» баре «Вавроре» у тебя такие истории? Ну, я вообще в Москве, я привожу с собой свой мини-рояль. То есть будет, да, значит? Да, звучит он достаточно хорошо. Хоть цвет у него красненький, а не черненький, как хотелось бы. Это очень хорошо. Ты знаешь, вообще в наступающем году все должно быть яркого цвета. Поэтому я тебе предлагаю и гитару тоже выкрасить. А заодно себе волосы, например, какой-нибудь… Это не помешает. …фиолетово… Боюсь предположить. Фиолетово. Оставь как есть, Леша, вот волосы. Это точно, да, их надо оставить хотя бы, да. По поводу концертов еще есть же возможность у тех людей, которые собираются, например, посетить новогоднюю столицу 2019 года, Тулу, тоже сходить на концерты. Кстати, да. 26 января, ведь, друзья. 26 января мы играем, опять же, в связи с юбилеем, играем… Кстати, на самом деле, количество концертов может еще, так сказать, число их прибавится. Да. Поэтому… Ну, разумеется… Как мы узнаем, Леша, когда ты напишешь в Инстаграме или где? А я вот… Рома, я, наверное, тебе просто позвоню и… Хорошо, мы будем объявлять в эфире, договорились. Ребята, у меня тут еще один конферен. Хорошо. Будем кричать, да. В Туле 26 числа. Я, к сожалению, не помню сейчас именно в каком месте. Какой-то там… Как-то он… Ну, ДК Тульского оружейного завода или что-нибудь такое, да? Да. Или филармония, ну там, да. Да, Тульское оружейное завод – это замечательно. Ну, я думаю, что в Туле наверняка, конечно, и афиши будут, и местные жители уж точно… Сейчас в Туле круто, кстати. …не промахнутся. Да, на праздники приезжайте, не пожалеете. Ну, а ты поедешь в 26? Я, кстати, не в Туле. Я в Туле. Ну, не в 26, но раньше поеду. Ну, раньше там палаточку поставит, Рома там подождет. Да. В общем, да, местечко занимать надо будет тоже как-то заранее договариваться с руководством этого самого концерта. По поводу клипов расскажи. Мы же все-таки телерадиоканал, нам интересно, что ты запланировал на 19-й год, например. Ничего пока не планируется. Клипы мы давно не снимали. Хотя недавно я написал такую интересную песенку, на мой взгляд, гимн. Я помнишь, Рома? Для футбола ты писал. Я тебе показывал. Еще до того, когда мы записывали. Да, да, да. Ты показывал. Нам вместе как раз мы стояли у нас здесь за студией. Да, да, да. После одного из эфиров мы стояли там вот возле окошечка и слушали такую заготовку. И ты сказал, что, ну, вообще мне нравится, давай я бы записал. Ну, я взял и записал. Как ты сказал, я как бы исполнил твой завет, так сказать, исполнил. Ну, в общем, записали. И песня называлась, сейчас, станем номер один. То есть вперед, Россия, иди, станем номер один. Ну, и получился такой футбольный или, может, ну, где-то так, околофутбольный гимн. Мотивирующий такой трек. Он вообще такой общий, неважно. Может быть, станем номер один в торговле газом, может быть. Ну, пусть так будет. Да, неважно в какой отрасли, да, в любой. Вот, это такое общее такое положение. Ну, и мы сняли клип с ребятами. Сняли, в общем-то, сами сделали, сконструировали его. Очень такая интересная была творческая группа. И вот клип есть на эту песню, станем номер один. Он даже набрал какое-то количество просмотров там и все такое прочее. Вот это пока что один из последних клипов, которые мы снимали. Ну, все-таки это не совсем, скажем, мое обычное амплуа. Это все-таки песня-гимн. Кстати говоря, мои родные люди, они были в этот момент, когда шел чемпионат, были в Испании. И очень болели, этот гимн там звучал, просто люди выучили его наизусть. И в Испании, когда наши выиграли у испанцев, этот гимн звучал на улицах, понимаете, там, Барселоны. Класс, спасибо тебе. Конечно, это хорошая история очень. Что касается зимних видов спорта, как к ним у тебя симпатия? Да, отлично. Ну, в детстве, я помню, мы все время ходили на лыжах. Катались на санках. Я вообще люблю не смотреть, а участвовать. Молодец. Вот друзья. Ну, сейчас нам пора петь. Да, давайте, может быть, что-нибудь споем. Мы, кстати говоря, сегодня же песни тоже тут слушаем. Да? Конечно. Так, ну вот что-то спеть, что-то... Я же что-то наметил такое. Не хочется... Вы же знаете, да, у меня такое, так сказать... У меня серьезные песни, они там зажисти. И, так сказать, об... Философии. Философии, да. Равной и прочей. Вот. Так что хочется немножечко чего-то полегче. Что мне в последнее время вообще хочется. Что-нибудь такое. Тили-тили. Трали-вали. Нам не проехали. Если художник хочет... Я не представляю, честно. И что же его закрытили. Просто джанку в 2019 году, что не песни, то тили-тили. Трали-вали. Тили-тили. Опять же такие... Тили-тили, да, отлично. Тили-тили, да, отлично. Тили-тили, да, отлично. Тили-тили, да, отлично. Ну, давайте вот песня совершенно неуместная. Называется «Босая осень». Давай. Ну, это любимая какая. И что мне до того, что одетые в неун, тонут города в пыли радиоволн, то холода гуляют от души, то заплачут звезды малыши. Тили-тили, да, отлично. Не прощай. Не прощай, дружок. Тили-тили, да, отлично. Тили-тили, да, отлично. босая Осень Выручи меня, приюди меня, не ругай зазря Басая осень, по вьюгам сентября Я любовь свою порастерял Басая осень По вьюгам сентября я любовь свою порастерял Как будто в Сочи побывал Браво, Джангл, концертный зал Рома чуть планшет просто обколенку не сломал сейчас Слушайте, ну правда, в Краснодарском крае нас сейчас слушают с особым дрейптом, наверное Потому что там же типа осень Там тепло, да, сейчас очень-очень хорошо, надо сказать Хорошо, когда тепло А я тут снежок, лопату в руки и вперед Ну ты у дома занимаешься физкультурой? Да, все правильно Приусадебное хозяйство Молодец Ну, во-первых, надо давать тебе править свои глаза Ты наверняка не сам это делаешь У тебя есть помощник, замечательный Замечательный помощник Ну есть помощник Да, я правильненький, говорю про сына, говорю, да Это мой, так сказать, мужчина Единственный помощник в семье, так сказать, да, пока что Ну вот как у вас происходит, например, чистка снега и уборка? Как-то папа говорит Сынок, подожди, кажется, мне строчки пришли на ум Пока я здесь поработаю Сейчас я должен на диктофон записать Трактор потом припаркуешь, да А, кстати, вот шутки шутками, а на самом деле бывает такое То есть приходит на ум какая-то фраза Ты понимаешь, что ты за чисткой снега ее, значит, забудешь Забудешь, конечно И достаешь где-то лихорадочный телефон Записываешь туда на диктофон Потом уже это все, так сказать, где-то там отлеживается И когда-то там, может быть, скомпонуется Ну а Никита что? Никита Он может грести, может не грести Не все знают, сколько сейчас ему? Ему четыре с половиной Вот, четыре с половиной Значит, он что может, то помогает Ну лопата у него своя уже есть Конечно Любезно подарили родителям Конечно, трудотерапия Вот сейчас вот как раз у него возраст Мы с супругой так обсуждали этот вопрос Что начинаются какие-то такие возрастные штуки Когда уже нужно уже как-то там, понимаете Начинать применять какую-то жесткую терапию Ну да, по-взрослому разговаривать Мужчина должен расти мужчиной У него должны быть задачи Вот тебе дорожка Вот отсюда, значит, и до обеда И до завтра Копать Не почистил, не посмотришь фиксиков, все А в детском саду, понимаете Воспитательницы, они добрые Они, значит, чуть ли не навыкнем там Извините, пожалуйста, будьте любезны Это все здорово Мы как бы за вежливость Мы вежливые люди Особенно, когда этот сыночек А у него папочка музыкант известный Джангу Конечно, там только так и будешь ходить И целовать в носик Ну ничего, нет Я стараюсь как-то не афишировать это все Кто знает, кто знает, а кто не знает Ну и ладно Ну и хорошо Это даже лучше Какие методы? Давай сейчас совет Специальная рубрика наша Для родителей И молодых Открываем новую программу Для молодых родителей Да, вот как Вот четыре с половиной года Мальчику, значит Как ему сказать Не ругаться же Не кричать на него А как? Я пытаюсь объяснить это все Как взрослому человеку Вот Но смотрю, что это не совсем хорошо получается Не действует, да? И надо, так сказать Применять какие-то другие методы А он с тобой как с папой Ты с ним как за взрослым человеком Он с тобой как папа И все Ну да То есть мне немножко не хватает Педагогического образования Но я, так сказать, на интуиции Ну ничего Не, ну мы с ним, конечно Общий язык находим Это он так хулиганит Со своими сверстниками И особенно со сверстницами Вот Любит девчонок, да? Ну да Там взаимно у них все А кто строже, Рома? Извини, пожалуйста Мы чуть родительскую историю продолжим А ты или супруга, Наталья? Ну это всегда так интересно Кто у вас такой Строгий родитель А кто помягче? Мы друг с другом спорим Кто из нас более строгий Я думаю, что Да Жена более Наташа более строгая С сыном Я просто Ну я такой очень Такой очень Такой влюбленный Папаша Вот Я его там потискать Потаскать на руках Там Побороться с ним Все такое Побегать Но Но в принципе Когда дело заходит Вот Речь о серьезных вещах То Конечно Я с ним провожу Порядка воспитательную беседу Тогда это мужские разговоры Да Так, хорошо Ну а какая музыка звучит в вашем доме? Растить Только не моя Музыкально образованного? Ну конечно Сейчас Немножечко я это дело упустил Почему-то И стал замечать непонятных артистов В плеере у ребенка где-то В планшетах Плеере, слава тебе, господи У нас нет никого Ни плеера Ни телефона Ни телевизора Ничего вообще Я максимально ограничиваю Понимаете Должен развиваться мозг Дело в том, что у человека Должен развиваться мозг Если он Сейчас для многих Удивительные слова Прозвучали, конечно Представляете Я вот не хочу, чтобы он Рос потребителем Одних сплошных Телерадиопрограмм И вообще всего того Что там Льется из телевизоров И больше даже И интернет в том числе За исключением вашей программы Вообще очень мало Чего нормального Спасибо, а мы вот это вот Прям вырежем И у нас через каждую песню Будет эта цитата звучать Ты читаешь Никит, книжки? Да, конечно Недавно я Начал охоту За очень интересным изданием Которое еще во времена Советского Союза Издавалось И, кстати По удивительному совпадению В 90-м году Издание прекратилось Начало издания было в 53-м А прекратилось в 90-м Каждый год Ежегодно Выходил альманах Под названием Хочу все знать Толстая такая книжка Такая, как Война и мир Значит И там Масса всяких Интересных статей На любую тему Космос Инженерия Сельское хозяйство Какие-то там Взаимоотношения Еще чего-то Все Любой альманах В общем Винегрет такой Там очень много Интересных статей И вот я из этих Не знаю сколько там 50 томов Или сколько их 37 Или 38 Ну что-то такое Я сейчас с математикой Не могу сейчас Быстро посчитать Вот Я половину где-то собрал По-разному Вообще везде Там всякие Торговые Приложения Кто-то Кто-то там В Ленинграде В Санкт-Петербурге У девушки одной Навалялось На полке Сразу Там 15 томов Я купил И так далее И вот оттуда Я потихонечку Что-то читаю У тебя Хватает ли Может быть Какие-то Тебе годы Еще нужны Потому что Можно обратиться К зрителям Слушателям Кто-то может знать Что у него на полке Как раз 18 номер Вот друзья У меня большущая просьба Если что У меня тут есть Официальный сайт Всякие инстаграмы И прочее Если у вас Завалялось Что-то Из Альманаха Хочу все знать Пожалуйста Напишите мне Я собираю эту штуку И мне для сына Очень надо Техника молодежи Техника молодежи Это вообще волшебство Есть еще Вокруг света Наука и жизнь Наука и жизнь Моделист-конструктор Рановато Там серьезный очень Юный техник У нас сейчас Коротенькая пауза И мы сразу же вернемся Студия 89,9 Концертный зал Друзья Джанго Сегодня в нашем Литературном кружке Программа Концертный зал Продолжается Впереди нас всех С вами ждут праздники Конечно Новый год И Рождество И юбилей Джанго В общем хорошая пора Такая Поэтому мы сегодня И собрались И поговорить Конечно послушать песни Что мы сейчас Послушаем Так Ну давайте Из того Что известно В общем-то Хорошо Хоть и зима Но весна-то Все равно наступит Как бы так сказать Как бы это ни было Слушайте Тебя послушать Такой зимой Только про зиму Слушать песни И про Новый год Ну сейчас про пальмы Конечно Кстати говоря Как-то мы ездили Отдыхать На Новый год В жаркую страну Ну не очень понравилось Там жарко Конечно Должен снег Чтобы был снег Понимаете Я говорю Что я видел Я видел Этих людей Которые никогда Не видели снега Можно кстати Начать писать песни Прям так и звучало Слушай брат Я видел людей Которые никогда Не видели снега На ваших глазах Рождается Все погодные хитры А дальше Начинается Что-то там Развитие какое-то И все И превращается В Рэймэо Джульет Ну что Давайте Про весну Да Отлично Холодная весна Спят дальние огни Как долго я искал Мечту моей любви Хороводит снег с дождем Мечта дорогу мне согрей Тебя весна моя Увидеть надо Будет теплей Как плакала весна Что там будет впереди Вдаль птица улетай Хороводит снег с дождем Хороводит снег с дождем Мечта дорогу мне согрей Тебя весна моя Увидеть надо Будет теплей Мечта дорогу мне согрей Мечта, дорогу мне согрей. Тебя, весна моя, увидеть надо, Будет теплей. Хороводит снег с дождем, Мечта, дорогу мне согрей. Тебя, весна моя, увидеть надо, Будет теплей. Хороводит снег с дождем, Мечта, дорогу мне согрей. Надо сказать, после которой огромное количество людей по всей нашей стране и ближнему зарубежью возлюбили артиста Джанго всерьез и надолго, что называется. Ты вот еще заглядываясь немножечко в те самые времена, как вспоминаешь тот момент? Ничего не помню уже. А был лиманчик? Я, конечно, помню, я помню ощущение, ощущение какого-то, ну, правда, это было сродни счастью чему-то, потому что, когда вдруг ты получаешь то, что ты хотел, то есть реально, конечно же, это было бы лукавством говорить, что я бы не хотел, чтобы эти песни никто не слышал. Ну, конечно, конечно. Это я для себя, я великий, и Вася там. Нет, конечно же, я писал для людей. То есть я хотел, чтобы людям эти песни понравились. Но это не всегда удается сделать, я уже смотрю множество прекрасных песен, у ребят, я знаком с некоторыми пацанами, они хорошие песни пишут, но они не попадают, допустим, в кино серьезное. Хотя очень хотят, да. Ну, песни, песни, это, в общем, да, песни хотят туда попасть, но они как-то, у них не получается. Да. А здесь как-то сложилось все это дело, и благодаря этому фильму песня приобрела просто всенародную известность. Она очень много звучала на радио, ее все знают, то есть я еще не встречал реально людей, которые... Да, что вы не знали, как я знаю. Меня почти никто не знает. А песню эту знают все. То есть я когда говорю, там, ты кто такой? Я говорю, да я вот тут песни сочиняю, значит, они говорят, а какие? А я говорю, да, вот эта вот песня вот слушает. Я говорю, о, снег с дождем, помнишь? Конечно, помнят, что ты. Ну, в общем, вот, и это повторяется уже сотни раз, я прям в аттракцион, у меня там любимая игра, в общем. С каком, да. Ну, смотри, когда ты ее сочинял, наверное, наряду с другими своими песнями, ты же, ну, не знаю, может, чувствовал или не чувствовал, что это какая-то особенная. Ну, вообще, с этой песней практически все начиналось. И даже вот был такой случай, я не знаю, может, кому-то это будет интересно, особенно музыкантам. Конечно. Я вот этот принцип исповедую всю жизнь. Я не гонюсь за деньгами. А здесь была именно история с деньгами такая, что когда эта песня написалась, мой товарищ, просто так, так сказать, по простоте душевной, пошел эту песню показывать каким-то продюсерам на студию. И там ему предложили деньги купить эту песню, то есть, как бы, ну, вот, как, что называется, с потрохами. С правами, со всеми делами. Предложили, ну, сумму, честно говоря, тут вот за месяц ее легко потратить. В общем, в Москве даже меньше. Ну, дело не в этом. Это было в 2000, там, я не знаю, в 2001 году, в 2002, наверное, она вот написалась тогда, она потихонечку созревала, вот в 2004 она уже вышла, да? То есть, будучи записанной. И я сказал, слушай, брат, эта песня не продается. То есть, ни за какие деньги вообще. Я говорю, я буду это делать, я сделаю аранжировку, я запишу это в студии, и я буду ее петь, и это моя. То есть, я хочу, просто я чувствую, что это просто не продается. То есть, вот, я понимаю теперь, что есть вещи, которые просто, ну, вот, есть, могут предложить деньги за такие вещи, которые просто не продаются принципиально. Ни за какие суммы, да? Вообще ни за какие. Это не вопрос денег. Вообще не вопрос денег. Поэтому, ну, наверное, я сделал правильно. Ну, конечно, ты лишил бы себя, в конечном итоге, да, такой песни, ведь там наверняка бы авторство это быстренько присвоили. Ну, да. Мы бы слушали в исполнении какого-то другого человека, и любили бы его всю жизнь потом. Хотя, ну, кстати говоря. Мне кажется, здесь все срезонировало. Кстати, я должен, да, я должен сказать, что это, ну, я уже знал этот принцип. У меня уже был московский опыт небольшого шоу-бизнеса. Я знал это, что люди любят того, скажем так, и слушают того, кто его, кто исполняет. То есть, нужен последний источник. Вот, человек поет, и поэтому все говорят, вот эта песня, там, группы любые. Да, да, да. Или там песня Григория Лепса, или там песня Стаса Михайлова. А какая это их песня? Они их не сочиняли. Ну, подождите, ладно, Стас-то сочиняет. Сочиняет, да? Хорошо, да. Молодец, извините. Стас, прошу прощения. Погорячился. Ну, хорошо, огромное количество артистов. Конечно, мы все прекрасно знаем имена, которые, да, являются просто исполнителями, хорошими, любимыми исполнителями, но сами не сочиняют, там, да, ни одной строчки. Да, нет, ну, есть, конечно, я понимаю, что по Вороте не надо было, наверное, сочинять, там, Арию, Коварадоси. Вот, а можно было ее просто спеть, да, ну, с таким голосом. Ну, вот у меня почему-то вот такой амплуа, я сочиняю. Ну, у тебя все совпало, у тебя песни исполнили. Ну, голос, я не могу сказать, что я, конечно, по Вороте, боюсь, что нет. Леш, а есть какие-то песни, которые ты хотел бы кому-то вот дать для исполнения? Вот свои песни. Может быть, артист, который тебе близки по духу, и ты бы, вот, например, такую-то песню мог. Есть артисты, которых я очень уважаю, и с которыми бы я, конечно, просто поиграл бы вместе и попел. А там бы, может быть, что-то и получилось бы, и я бы... Вероятно, они слушают сейчас. Я был бы совсем не против, возможно, совсем не против бы, чтобы люди это исполняли. Мне нравится, допустим... Ну, и Старой Гвардии, понятно, там мне и Шевчук нравится, и многие другие. Я дружу, например, с той же Юлией Чечериной и с Вадиком Самойловым. Что-то совместное хотелось бы. Да, и мне, кстати, очень нравятся некоторые рэп-исполнители, особенно вот Баста мне нравится. То есть я понимаю, что есть гораздо более радикальные ребятишки, там, скажем, тот же Хаски, которого я знаю лично. Но мне больше нравится такое, немножко мелодичное. То, где мелодия, да, еще. Там, где мелодия, и там, где все-таки немножечко более добрые вещи. Поэтому, когда там агрессия и прочее насилие. Отчасти, мне кажется, может быть, это связано как раз с той музыкой, на которой ты рос, а это сплошь классика, и Шопен, и Бах, и Бетховен, и так далее, и тому подобное. Он докатился до гитарного боя, видите? И это и песни военных лет, да, которые ты с папой пел вместе. Но там тоже песни очень мелодичные, невероятно красивые. Песни военных лет вообще, это очень интересная штука. Мы сейчас в одной поездке, так сказать, в поддержку наших ребят, так сказать, в южном направлении мы ездили. Я познакомился с одним очень интересным человеком. Он и военный, и поэт, и, так сказать, и сочиняет песни, и все такое прочее. Не могу называть его. Нельзя так. Фамилию нельзя. И мы с ним затронули эту тему, и я говорю, ты знаешь, вот такой парадокс интересный. Песни военных лет, такая война страшная вообще. То есть с тех пор, слава тебе, Господи, ничего подобного не было. А песни все лирические. Вот лирические, о любви, о том, что я вернусь домой, родная. Богословский «Темная ночь». Все, «Темная ночь», «Потрясающе», «Любимая моя». И эти песни, они все пронизаны именно теплом дома, родного человека. Потому что война не ради войны. Вот когда ребята пишут, я понимаю, весь жанр имеет право на существование, да? Но ребята пишут и о войне, как о войне, да? То есть на этой войне все заканчивается, получается. То есть мы должны воевать в этот раз постоянно, да? А я считаю, что война только исключительно ради мира идет. Да, и о мире, которая обязательно наступит после войны. Чтобы мирно жить на своей земле, да? И хорошо жить, любить. Спасибо. Я любви. Да, и песня, я думаю, что у нас о любви сейчас будет. Вот что. А ну-ка, че мне-ка спеть-то, я... Известно, я спею. Ой, давайте, знаете, что я совсем забыл? У меня же есть одна хорошая песня. Да ладно, пристаньте-ка скромничать, одна хорошая. Кстати говоря, она вот отчасти посвящена и той теме, о которой мы говорили. То есть я вообще очень люблю, чтобы не было таких прямых заявлений. Значит, поднял плакат такой, и значит, он однозначный. Вещи можно примерить. Вот я угадаю. Попробую угадать песню. Более гроза? Почти. До тебя? Да. Ура! Давайте, песня «До тебя» называется. Оживёт, когда безымянными перронами вода, И пойдёт река огнями берега. Ты узнай меня, ты узнай меня вдали весёлого. А обратно домой веселее всегда до тебя, до тебя. Мне откуда, мне откуда было знать, что любить не перестать, а дышать не устать. До тебя, до тебя мне бы только дошагать, чтобы, глядя в небеса, снова наночевать. Ты узнай меня по заброшенными перегонами, ты узнай меня весёлого вдали. Полетят, когда над исколотым огнями холодом, А обратно домой ранние журавли до тебя, до тебя. Мне откуда было знать, что любить не перестать, а дышать не устать. До тебя, до тебя мне бы только дошагать, чтобы, глядя в небеса, снова наночевать. Обратно домой веселее всегда. До тебя, до тебя, до тебя, мне откуда было знать, что любить не перестать, а дышать не устать. До тебя, до тебя мне бы только дошагать, чтобы, глядя в небеса, снова наночевать. Оживать снова наночевать. Оживать. Эта музыка оживит даже камень, друзья. Джамбо на телерадиоканале «Страна Айфан». Концертный зал, да, очень люблю эту песню. Очень. Спасибо огромное тебе, Леша, за нее. Да, и мне нравится. И мне нравится. Леша, после такой красивой, философской, глубокой песни, такой же вот попробую задать тебе вопрос в преддверии юбилея, 50-летия. Ты себе бы, например, 20-летнему сейчас вот в этом возрасте какие-нибудь советы дал бы? Например, не надо петь на английском языке сразу. Давай-ка сочиняй на русском. Ну вот представь, вот такая вот машина времени, возможность письмо написать. Причем сам себе именно, да? Да. Пришел сам к себе во сне и сказал, слышь ты. Сынок! Сынок, тебе там 15 лет, да, сделай вот это, это и вот это. На самом деле, да, я дал бы себе советы, конечно. Но какие? Не знаю. Правда? Я не знаю. Ну хотя бы один какой-то может быть там. Никогда не делай. Или не дружи с тем-то, нет. Ну на самом деле, есть такие люди, есть такая машина времени. Она в реальности существует, эта машина времени. Она называется папа и мама. Вот. Если, так сказать, все благополучно, здорово и замечательно, есть папа, который может сказать эти слова из твоего будущего. То есть, который предостережет тебя от чего-то, который тебе посоветует. Я вот пытаюсь сделать так, чтобы с моим сыном так получилось. Я расстраиваюсь, если вдруг я чувствую, что что-то не получается. Но я хочу ему сказать, передать один очень простой, простой, так сказать, простой принцип. Что если ты будешь отца слушать, который тебя любит больше всего на свете, да? И пожелаю тебе только искренне, даже какие-то жесткие вещи. Но лучше так сделать, чем не сделать, и будет лучше. И тогда ты получишь реально какое-то... То есть, ты убережешься от многих вещей, быстрее пойдешь по жизни, ты будешь быстро-быстро развиваться, если ты будешь доверять отцу, доверять своим учителям и так далее. То есть, я бы сказал себе, Леха, слушай отца, да? И это был бы, наверное, самый главный совет. А я не всегда это делал, вот, к сожалению, правда. Хотя, я вам скажу, с точки зрения... Скажи. Иногда... Папка у меня был такой спорщик, и я с ним спорил постоянно, и, может быть, в этом споре высекались такие искры, высекались искры, из которых что-то происходило. То есть, когда вот такое благообразное состояние у человека... Я вот, мы все время и в семье с этим сталкиваемся, и бедная моя Наташа, супруга моя любимая, значит, зачастую попадает под этот, так сказать, под этот молот, между молотом и наковальней, да? Я говорю, понимаешь, какая штука. Если я не буду нервничать... Это вы меня не видели просто, я так спокойный сейчас. Я вот этого слушаю просто с таким открытым ртом, и пытаюсь представить, в гневе. Если я не буду нервничать... Нет, ну, я не гневаюсь, конечно, когда мы общаемся. Просто эмоционально. Я говорю, ты не понимаешь, что я могу повышать голос, я могу там нервничать и сверкать глазами и прочее, но ведь эта энергия, эта энергия, она реально должна происходить, когда уже будет такое, ну, все хорошо, шамкать и все такое. Это все здорово, но только ничего не будет из этого. Должна быть искра, из искры воскарится пламя, понимаешь? Ну, тебе еще искрить долго, подрастет сын, и будете с ним обсуждать разные вопросы. Так что я боюсь, что мне кажется, что мне достанется этим же, этой же палкой по моей же голове. Ну, знаешь, ну, сто процентов. Не хотя бы немножко, но придется, а как же. Все-таки никто не отменял. То я с папой спорю, а теперь мне с сыном придется спорить. Это что-то какой-то замкнутый круг получается. Да, и прям почувствовать немножечко себя, так почувствовать сына там вместе, да. Значит, по поводу возраста еще скажи. Ну, ты выглядишь потрясающе, серьезно тебе говорю. Признал все-таки, признал. Я признал, я сидел полчаса, споролся в себе. Слушай, ты вообще тоже так клево выглядишь. Себе это держал. И есть ли какие-то правила у тебя? Секреты. Ну, может быть, правила, которые ты действительно соблюдаешь, непреложно, чтобы всегда быть в тонусе, так искрить, чтобы глаза блестели на полном таком кураже. Не знаю. Есть какие-то вещи, которые я делаю. Например, я читаю молитвы. Я человек православный, и я, в общем, утренние молитвы стараюсь... Не пропускать, да. Не пропускать, да. Я их практически наизусть уже знаю, поэтому... В общем-то, я могу даже без книги это все прочитать, если нужно. Или кратко, да. Я иногда ловлю себя на мысли, что я страшно благодарен Богу за то, что я жив, что я здоров, что я чувствую себя хорошо, я прекрасно себя чувствую. Я говорю спасибо, брат, спасибо. Ты держишь меня вот так в этом состоянии. Я занимаюсь все-таки любимым делом, как ни крути. Мне, конечно, тяжело бывает. Вот мне говорят все время, и самые мои дорогие люди, и вот вы, например, когда же ты нам песни принесешь, человече? А я говорю, слушай, ну что я могу сделать? Я стараюсь, стараюсь. Но я же должен написать то, во что я верю, и которое оно напишется, а не я его накорябаю, понимаете, в компьютере или на бумажке. Оно должна, песня должна написаться, она должна зазвучать, родиться должна. Я должен это почувствовать. Суета зачастую, в общем-то, мешает, к сожалению, этому процессу. Но все равно я чувствую себя счастливым, потому что я ведь написал песни, я могу ездить с концертами, я могу за счет этого содержать семью, я что-то могу купить, я могу кого-то выручить, и выручить, если нужна вдруг помощь, это может помочь, да? Я, в общем, я скорее, я смотрю на жизнь позитивно, слава богу, что вот. Я говорю, я все время нахожусь в состоянии благодарности. Вот, пожалуй. А еще я люблю спорт. И, конечно, Ром, ну а как ты знаешь, когда рядом красивая, очень красивая молодая жена. Это соответствует, это знаете ли. И вот такой мальчишка, обалденный, четыре с половиной лет. Ну как? А это же тоже все дает силы и прогревает молодость невероятно. Конечно, он, кстати, на велосипеде быстро гоняет, а я должен его догонять. Он говорит, папа, подержай. Конечно, пример подавай, то есть перегонять и обгонять. Не то, что догонять. А потом начнется самокат. А самокат, нет, самокат это не то. У меня Никитос научился кататься на двухколесном велосипеде без поддержек. Это уже так в этим летом получилось. Это достижение, конечно. Он хорошо гоняет и как, значит, стремится вперед. И кричит, папа, догоняй. Ну, я приходится догонять. Ну, естественно, я его пока что перегоняю, но, знаете ли, еще не вечер. Повеселее. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Хочется прям спеть. Значит, коротенькая пауза. Прям дождитесь. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, у нас в концертном зале предновогодний джанго. И мы слушаем прекрасные песни. Алексей Подубный. Мы слушаем песни. Очередное сейчас творение. Здорово прозвучало предновогодний джанго. Как будто там стол накрытый ломится. И тут там танцуют все в купальниках. Мы танцуем, конечно. Предновогодний джанго. Вот тебе, кстати. Для клипа. Замысел. Вот, кстати. Саша, значит, упомянул эту песню. Можно, в принципе, ее спеть. Конечно, конечно. Опять же, там лето и все такое прочее. Осень и весна были, да? Здесь там девчонки, значит, в этих бусах большущих таких. Африка и все такое прочее. Красота. А на Кубе я не был пока что. И где только по вечерам наша не пропадала. Раз, хохоча пополам холода. Кто-то завис горяча. Надо, не надо. Кто так? Заодно, иногда. Повеселее. Я ждать и расставаться не умею. Не для меня береги. Не для меня береги первые слезы. Не дождешься ответа беспризорного лета. Сколько песен не спет, а ну и ничего. Огоньки с сигаретой, грустью плечи согреты. Не ищи огня там, где нету его. Повеселее. Все лето на семнадцатой аллее. Повеселее. Я ждать и расставаться не умею. Повеселее. Все лето на семнадцатой аллее. Повеселее. Я ждать и расставаться не умею. Я ждать и расставаться не умею. Браво! Вот это зажгли. Вот это, я понимаю, джанго. Концертный зал, страна ФМ. Если и сейчас у нас на искусственных елках у нас тут ананасы, то мы не удивляйтесь. Не удивляйтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Дорогой Алексей, скажи мне, пожалуйста, посещают ли тебя иногда мысли, а может быть повторить подобный уже опыт? Или что-то? Просто если бы ты закончил предложение на фразе «А посещают ли тебя когда-нибудь мысли?» Да. И ждешь ответа вот так. Ну да, иногда посещают меня мысли, да. Ну, хотя, может быть, какие-то другие мысли. Даже я иногда посещаю мысли. Вот в чем дело. Ну, дайте задать вопрос, девушки, пожалуйста. Да, прошу, извини, пожалуйста. Да хоть как-то, я попробую. Я думал пошутить, но не получилось. Ну нет, все получилось тебе, отлично. По поводу сотрудничества твоего с оркестрами, какими-то интересными. Вот была же история замечательная там с Балканским. Так вот эту песню-то записывали с оркестрами Боба Намарковича в Сербии. Конечно, конечно. Вернее, записывали в Македонии, но ребятам было проще в Македонию приехать там, чем в Белград ехать. В общем, с ними я записывался, да. Это было очень здорово. Ну, хотелось бы тебе повторить, или, может быть, в твоей голове есть какие-то другие идеи, тоже оригинальные, которые ты как-нибудь думаешь воплотить? Очень правильно ты мыслишь. Я думаю, что, конечно, я очень хочу это сделать. Я хочу, например, записаться с кем-то парижским музыкантом. Я хочу записаться с итальянским музыкантом. Тем более, что мы с женой туда ездили недавно, и очень много чего интересного. Но ездили отдыхать, не работали. Отдыхать? Нет, ну что вы, нет, нет. Ну кто же это? Вот. И когда песни будут готовы, я, конечно, буду искать для них очень какие-то очень интересные… Необычные, какие-то решения. Очень интересные краски, да. Вот мне не очень, ну скажем, мне очень интересно, не очень меня это забавляет, да. Мне хочется все-таки, чтобы это было немножко и забава, вся эта штука. Просто вот стандартно что-то записывать. Вот электроники, барабаны там, и все это такое. Клавишные инструменты. Есть огромное количество действительно потрясающих инструментов, и люди играют на них так, что ты не можешь даже себе этого просто вообразить. Когда я сочинил эту песню «Лето на 17-й аллее», пришла в голову идея записать ее с сербовскими музыкантами, потому что я там был раньше, бывал в Белграде, на фестивале Гуча, там этих трубачей я насмотрелся, и много этой музыки стал слушать потом. Ну тебе же труба близка, я самому тоже. В армии же... Ну я не на трубе играл же, я играл на волторне, это немножко другое. Ну, да, немножко, но тем не менее, так или иначе, духовое. Трубачей я слышал, да, особенно анекдоты, которые они травили. Это была армия все-таки. Хорошо, продолжай, пожалуйста. Так это покорили тебя эти трубачи. Да, ну вот, ну просто ребята говорят, слушай, ну зачем тебе? У нас сейчас тут вот ребята киевские сейчас вот изобразят это все дело. Ну, кстати, да, чужие. Ребята, я говорю, да, но, во-первых, очень большой шанс, что не изобразят, вот, а во-вторых, это же настоящее. Они могут сделать такое, что, понимаете, вот они живут, они дышат этим, они разговаривают на этом языке. Мы можем подделаться под английский язык, можем, но вы никогда не напишите песню и не споете, как это сделал бы там Джим Моррисон или там Стинг. Так, невозможно. Акцент, словосочетания, которые людям приходят в голову только тем, кто является истинным носителем языка. То же самое и здесь. То есть, если вы, вот ты носитель, вот сербский музыкант, трубач, понимаешь, цыган, который нот не знает даже, но он может придумать что-то такое, вспомнить что-то из тысяч комбинаций, которые он на свадьбах где-то там играл, так они и сделали. Я же не планировал записывать второй голос. Не было ничего. Была, была, нет, все было очень-очень серьезно. И они, кстати говоря, несмотря на то, что это, так сказать, цыганские музыканты, они прислали мне письмо. Ну, они, видимо, сказали, там, на английском языке человек написал, их менеджер. Они по-английски, нет, не в зубногой вообще, совершенно, как и в нотах. И он мне написал, пришлите, пожалуйста, фонограмму, под что мы будем играть и что вообще это такое. Я прислал, то есть, они мне написали, если Боба, ну, не понравится, то, извините, пожалуйста, ну, играть мы не будем, даже за деньги. Потом они мне присылают через пару недель, все понравилось, приезжайте. Там гонорар они назвали, кстати, очень такой гуманный, человечный гонорар. И, ну, мы взялись и, в общем, поехали туда. Тут же, да, собрались буквально и приобщались туда, и все. Поэтому это, конечно, вот, возвращаясь к твоему вопросу, это действительно очень интересно. То есть, поездить и записаться с музыкантами, которые внесут невообразимые краски какие-то. Да. И это будет здорово. Вот, представляете себе, вот человек будет через 10-20 лет слушать эту песню просто по одному звуку, который возникнет, и он будет неповторим. А вот не нагромождение, так сказать, электрогитар какой-то человеческой. Не фальшивка, а настоящая, да. Нет, это тоже не фальшивка. Ну, вот у меня такой почерк. Ну, нравится мне так. Друзья, очень жаль, что так быстро пролетело время. Потому что, да, вот с таким гостем, как Джанго, Алексей Поддубный, конечно, есть одна о чем поговорить. 17-59, боже мой. Да, Юш, спасибо тебе огромное. Это благодаря вам. Спасибо тебе большое. Сегодня вообще так душевно было. Не знаю, может, вы мне в коридоре потом надаете тумаков, но мне очень понравилось. Да пусть он останется за кадром, да, в кадре. Я хочу сказать, что... И потом это бодрит. Ну, мы достаточно долго друг друга знаем. Ну, уж, конечно, не всю жизнь, но там несколько и несколько лет. И спасибо тебе за то, что ты не меняешься. Вот я думаю, ну, когда же он уже как-нибудь там... Заматереет. Ну, да. Перестанет здороваться, не знаю. Станет праздником с вами, да. В поведении немножко что-нибудь такое появится. Нет, абсолютно так уже. Очень неприятный, очень умный, очень искренний, открытый человек. Светящийся, такой переживающий там по-своему. И за многое, и за все. И гражданин, и патриот, и вообще маслом можно продолжать что-то хорошее, хорошее в твой адрес. Искренне хочется тебе пожелать творческих новых побед. Вот эта вот история прям с разными музыкантами, она очень интересна. Пожалуйста, ты ее осуществи. И мы с тобой всячески в этом... Но мы не торопим, Леша, тут как созреет все, да, да. И, друзья, конечно, самое главное, 2019 год. Поздравляем Джанго активно с юбилеем. 8 января жители Москвы... 10 января, 8 января, пишут СМС-ки, да, да-да-да-да-да-да-да, звонят. А вот 10 января жители Москвы и гости столицы отправляются в люстробар на концерт. 12 января. 12 Питер, это Аврора. Аврора, да-да-да-да. И 26 января Тула будет поздравлять Джанго. Мы тебя еще раз искренне благодарим, но без финальной песни в этом часе. И без поздравлений в адрес. А я не знал. Слушайте, так, что же мне спеть-то? Вот это тоже хорошее. А, Папаган. Конечно. Так давай. Это же твоя песня, Леша. Это точно. Басецкая песня называется «Папаган». Ночь такая, знаю, убегай. Если не хочешь, ай-яй-яй, на уме гроши чемада. А в руке пляшет «Папаган». Береги южные, северы в южные, делаем ноги арда. Да, дальние, дальние звезды печальные. Жми на педальку балда. Да, да, да. Тянем, потянем золотой туман, Улицы подруги нас любите снова. Подтянем, потянем золотой туман, Стоп, караван. Приехали, ночь такая, знаю, убегай. В зиму провожая, весной встреча, Лучше обнимать океан, Чем любовь забытую истока. Дальние, дальние звезды печальные, Дыбу в карманы, да. Счастье горстями и грузовиками, Да, жалко, не навсегда. Да, 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 да. Чаем, потянем золотой туман, Улицы подруги нас любите снова. Чаем, потянем золотой туман, Стоп, караван. Приехали, тянем, потянем золотой туман, Улицы подруги нас любите снова. Чаем, потянем золотой туман, Стоп, караван. Приехали. Приехали. Жан-го, концерт и зал. Я вас, дорогой, поздравляю, пожалуйста, с Новым годом. Страну она ждет. Страна. Друзья, братья и сестры, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пускай он будет счастливым, хорошим, пускай в нем ничего плохого не будет. Будет только счастье, любовь друг к другу, детский смех, снег и пусть все будет хорошо. И солнышко, и голубое небо. Ура! Жан-го, Алексей Потопный, спасибо всем. Концертный зал. До новых встреч. Студия 89,9. Концертный зал.